Приветствую вас. Не совсем я конечно понял, почему вы начинаете свой вопрос, говоря о том, что более кратко хотите описать ситуацию. То есть, здесь наоборот, надо бы подробнее, всё как можно более подробнее описать, чтобы было понятно. Вот. Значит, всё это происходит между мной и моим бывшим на данный момент длится уже восьмой год. Ну, здесь я могу сказать так, что если это длится восьмой год, значит, вы в этом заинтересованы. То есть, вам это нужно. Вам для чего-то это нужно. И вопрос заключается в том, да, вот вам нужно себя спросить, я зачем в этих отношениях сейчас? Я чего хочу от этих отношений? От своего бывшего? Что я испытываю к бывшему сейчас, на данный момент? Дальше. Когда-то он был безумно в меня влюблён и делал всё для меня. Потом мы поссорились из-за моей глупости. Мне было восемнадцать лет, и я не понимал, что действительно нужно ценить в человеке. Вот, смотрите, ваша глупость, да? Опять же, почему вы считаете, что это была глупость? То есть, вы сделали тогда то, что сделали, да? Ну, просто. Вот вы сделали то, что хотели сделать, вы сделали то, что считали нужным сделать. И глупостью это может назвать тот человек, который, например, чего-то ждал от вас. Это действительно так. Вот он может назвать это глупостью. Но он обесценивает это. То, что он называет глупостью, да, он это обесценивает. То есть, у него есть, грубо говоря, основание на, ну, основание для того, чтобы это обесценивать. Это так. Но вы, именно вы, вы для чего-то так поступили. И нужно понять, в первую очередь, вам, самой, что было тогда. То есть, вот, когда вы поступали, эм, так, как поступали. С чего вы ходили? Какую цель вы преследовали на тот момент? То есть, вы говорите, что я не знал, что нужно ценить в человеке. Понимаете, может быть, может быть, вы и не знали, что ценить в человеке, может быть. Но, с другой стороны, если вы, если вы не знали, что можно ценить в человеке, если вы не знали или не знаете, что можно ценить в человеке, то это не потому, что, грубо говоря, вы не считаете это не ценным. А по другой причине. Например, по причине того, что, в принципе, в принципе, считаете это недостаточно, ну, важным, недостаточно ценным для себя. То есть, вы, условно говоря, получали опыт, если я правильно понимаю. Так, если вы получали опыт, если ваш молодой человек был влюблён в вас, то, может быть, эм, он должен был понять, почему вы поступили определённым образом. А он, получается, этого не понял или не захотел понять. И вопрос заключается в том, почему он не захотел этого понять. Он думал о себе, может быть, или он думал о своих каких-то целях, или что-то ещё за этим стояло. Понимаете? То есть, эм, его безумная влюблённость, да, именно безумная влюблённость, это именно влюблённость, это не любовь. Другое дело, что, да, вы, может быть, что-то из этого получали, другое дело, что, да, вы, может быть, эм, как-то для себя что-то видели в этом. Ну, в его любви, в его влюблённости к вам, точнее, вот, может быть, да. Но это, опять же, как бы, не означает, что это любовь. Дальше, вы пишите, значит, потом я вышел замуж за другому мужчину, а здесь вот непонятно. Значит, вы поссорились из-за вашей глупости и выходите замуж за другого мужчину, которого вы, как я понимаю, не любите. Зачем? Для чего? Какой целью вы выходите замуж? Понимаете? То есть, вот, здесь непонятно, зачем вы выходите замуж, для чего вы выходили замуж, особенно, если, ну, если, если вы не любили человека, да, вот, я имею ввиду своего мужа, эм, с какой целью, понимаете? То есть, вот, на мой, на мой взгляд, э, нужно в первую очередь определиться с этим, с вашими желаниями. Вот, я вышел замуж, да, я вышел замуж, для чего? Я выходил замуж, э, ну, за человека. Зачем? Всего я хотел, всего, чего я хотела, всего я ждала, всего я ожидала, понимаете? Вот, ну, именно, именно, вот, от, э, от ситуации, от отношений с мужем, я имею ввиду, вот, понимаете? Вот, это, э, является, э, самым главным, здесь. А не так, что, случилось одно, потом, потом я, э, сделал что-то другое, и так далее. Понимаете? Это работает немножко не так. То есть, вы, э, сами, как бы пытаетесь, отыскать, э, причину решения, э, которое вы приняли. И стараетесь увидеть, э, э, причины этих решений. То есть, с чем, с чем они связаны, эти решения ваши, понимаете? Ибо у них, ну, у них есть причины, да, у этих решений. И нужно понять, какие желания за ними кроются, потому что эти желания, сами по себе, они достойны того, чтобы их удовлетворять. Эти желания, они достойны того, чтобы, ага, значит, ну, чтобы быть реализованными, скажем так. Вот. Но реализовывать их, естественно, нужно адекватно, правильно, да, чтобы, ну, чтобы вы, например, себе не вредили. Чтобы вы, например, не действовали себе во вред. Вот. Это такой момент. Дальше. С бывшим общение прекратилось, но ненадолго. Значит, почему общение с бывшим прекратилось, и почему ненадолго. Далее. Потом опять начались встречи. Смотрите, ну, у вас в тексте нет никакой субъективной позиции, да, то есть, я что-то делаю, я что-то решаю, я к чему-то стремлюсь. У вас нет этой позиции. Вы просто говорите, что есть встречи, опять начинаются встречи, вот, говорите, говорите вы, но при этом вы абсолютно не называете никаких мотиваций к этим встречам. Да? Что стоит вот именно мотивацией. А мотивации, например, вам встречаться, да, абсолютно не называете. Не описывайте почему, не описывайте чего вы хотите. Вот. То есть, грубо говоря, есть просто какие-то обстоятельства, да, просто, которые с вами происходят. И которые вы, вроде как, абсолютно не контролируете. Вот это вот ощущение отсутствия контроля, ощущение отсутствия того, что вы отвечаете за свои поступки, за свои действия, да, является ключевым здесь. То есть, грубо говоря, совершили поступки по глупости, да, как вы говорите. Ну хорошо, совершили поступки, ошиблись, бывает. Ну. Далее вы выходите, выходите замуж. Почему, зачем, для чего, какую цель преследуете, чего ожидаете. Готовы ли вы отвечать за мужа, за семью, которая у вас, ну, появилась и так далее. Непонятно. Дальше вы начинаете общаться опять со своим бывшим. То есть, опять происходят встречи. Опять. Тоже непонятно. Ну, как бы, ну, чего вы хотите, да. То есть, зачем вы встречаетесь с бывшим? Понимаете ли вы, что это вашему мужу наносит оскорбление и унижение? Понимаете ли вы, что, ну, унижаете его таким образом, да. Вот. То есть, ну, вот эти вот ситуации, да, ответственность, вопрос ответственности за свои действия, он не раскрыт. Абсолютно. Я полагаю, что именно с этого и нужно начинать. То есть, именно с вопроса раскрытия своей ответственности. Ответственности. Значит. Он мне, ага, постоянно говорил, что скучали. Он говорит, тем не менее сказал ничего и никогда на этом она не будет. Понимаете, ээээ... Ээээ... Эээ... Эээ... С-с-ситуация заключается в том,ээээ... Что... мужчину нужно судить по его действиям, а не по словам. То есть человек говорит, что скучает по вам, но при этом, при том, что он говорит, что скучал, да, он также и говорит о том, что между вами ничего не будет никогда. И при этом этот человек допустил, что вы вышли замуж, этот человек, получается, отпустил вас, вот, и, соответственно, его действия здесь противоречат словам, да, то есть действия у него, которые нацелены на него самого, а слова у него нацелены на вас. Далее, отношения и отношения это есть? Нет, нет анастасии, отношений между вами нет, потому что вы по сути находитесь в каждой со своим образом другого человека, то есть вы видите перед собой образ мужчины таким, как вы его нарисовали себе. А мужчина видит ваш образ, опять-таки, скорее всего, так, как он его себе нарисовал. То есть каждый из вас, по сути, ведет отношения не друг другом, а самим собой, вот. Потому что на деле, на деле, ни мужчина, ни вы не являетесь теми, кого каждый из вас воспринимает в качестве реального человека, к сожалению. Вот. Это нужно очень хорошо понимать. По крайней мере, опять же, если вы хотите действительно, ну, разобраться в ситуации, да, и на чем хотите, чтобы, ну, чтобы не повторялась такая вот ситуация, какая у вас сейчас происходит. Дальше. А, значит, сейчас я не понимаю, как поступить и что делать дальше. Ну, и я полагаю, что вам необходимо спросить себя, для чего вы замуж находитесь сейчас. То есть, с какой целью вышли замуж. И как мужчина, ну, ваш мужчина, ваш муж, как он сейчас включен в вашу жизнь. То есть, какая у него роль в вашей жизни, какое у него значение в вашей жизни и так далее. Вот это является самым важным для вас. То есть, если вы для себя увидите, поймете, определите, какое значение мужчина, ваш муж имеет для вас, то вы сможете и определить, что делать дальше. Потому что, понимаете, вы уже были замужем. Вы сейчас, вы замужем. Понимаете? Вот. Вы сейчас замужем. И я полагаю, что нельзя просто взять и забыть про это. Вот. Вот. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, это первое, что нужно сделать. То есть, чего вы хотите именно для себя. Что вам нужно для себя. Вот. Это вот такой момент. А дальше уже вы сможете понять, куда двигаться. Дальше. Значит, я не понимаю его намерений. Почему он до сих пор общается со мной. Вот здесь есть такая тонкость, почему вы ориентируетесь на него. Я имею ввиду, почему вы ориентируетесь на, ну, скажем так, на то, что делает другой человек. Вот так вот. То есть, почему вы ориентируетесь на это. Почему вы оглядываетесь на него, на него. Что заставляет вас это делать. То есть, у вашего мужчины, у него своя жизнь. И для чего он общается с вами. Зачем он общается с вами. Можно только гадать. Но, если вы будете обращать внимание на него, то вы рискуете так его и прождать всю свою жизнь. И всю свою жизнь, по большому счёту, быть несчастливой. Вот. Я полагаю, что вы этого не хотите. Я полагаю, что вы не можете этого хотеть. А это значит, что необходимо что-либо менять. И вот то, что нужно менять. И именно вот брать свою личную ответственность на себя, то, что вы не делаете сейчас. Вот. Вообще, у меня такое ощущение, что вы в некоторой степени очень остро нуждаетесь в ком-то рядом с собой. Чтобы человек был рядом с вами, чтобы он там, ну я не знаю, что-то делал для вас. Чтобы он, ну, был просто с вами. И вы для себя, видимо, что-то получается. То есть, по-моему, вы находиться боитесь. У этого есть причины, и вот с этими причинами нужно работать. Я понимаю, что была бы счастлива с ним, и хочу его вернуть. Но не знаю, хочет ли, хочет ли этого он. Анастасия, вопрос такой, если вы понимаете, что счастливы были бы с ним, то зачем вы выходили замуж? Это первое. Второе. Анастасия, а почему вы не счастливы без человека, ну, без своего мужчины? Ага. Вот сами по себе. Что вы можете сделать для того, чтобы быть счастливой здесь и сейчас? Вот. Ну, прямо сейчас. Вне зависимости от кого бы то ни было. Соответственно, мы не можем знать, хочет ли он для того, чтобы вы вернули его или нет. Потому что для этого вам, как минимум, нужно сперва развестись и заново начать общение, взаимодействие с своим мужчиной, хотя бы попробовать, хотя бы как друзья. Есть ли смысл в этих отношениях? Здесь еще одна такая метастыковочка получается, потому что, скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, отношения строятся ради какого-то смысла? Отношения строятся тогда, когда в этом есть смысл, вы действительно серьезно так считаете, но тогда наиболее обеспеченными в этом смысле отношения вы уже имеете. Это замудительство. Замудительство даст вам тот самый смысл, которого вы хотите, если вы действительно стремитесь к смыслу. Взаимодействие с вашим мужчиной бывшим не имеет смысла в этом контексте, потому что оно может ни к чему не привести. Но парадокс заключается также еще и в том, что отношения и не должны, они не должны к чему-либо приводить, понимаете? Отношения не обязаны к чему-либо приводить. И если вы сами для себя хотите ищите в отношениях смысл, то можно говорить о том, что вы преследуете реализацию каких-то своих желаний. С каких, это уже вопрос другой. С каких, это уже вопрос исключительно ваш, то есть я имею ввиду, ну, я имею ввиду ваши желания, их можно и нужно идентифицировать и учиться реализовывать правила. Вот. Не через кого-то, да, не через других людей, а именно самостоятельно. Для этого нужно вам изменить весь подход к восприятию того, что с вами происходит. Потому что, потому что все, что вы говорите, происходит как бы не с вами, как бы не с вашего разрешения. Это происходит как бы, знаете, ну, вы как будто сторонний наблюдатель, который ни на что не влияет, но который при этом испытывает последствия своих решений. Вот. Но, кстати, как только вы поймете, что каждое ваше решение имеет последствия, и как только вы выделите критерии желаемых последствий для себя, я полагаю, что много в вашей жизни изменится. Вот. Ну, и если вы боитесь остаться одна, если вы нуждаетесь в любви, то это отдельная тема для разговора, но что-то мне подсказывает, что быть счастливой вам запретили еще ваши родители в детстве. Вот. В самом раннем детстве. И очень похоже на то, что вы, ну, собственно, продолжаете эту их задумку по отношению к себе. Вот. То есть проблема, она связана не в том, что у вас с молодым человеком такие странные отношения, а она связана с тем, как вы относитесь к себе. А к себе вы относитесь так, потому что, опять же, так научили вас ваши родители. И вот, чему они научили вас, почему они научили вас, для чего вы преследуете их целям, следуете их целям. Это уже вопросы, которые нужно разбирать. И если вы, ну, если вы хотите этого, то помочь вам можно и нужно. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.